В Твери обсудили ход реализации инвестиционных проектов на территории Верхневолжья. На сегодняшний день в нашем регионе реализуется и запланировано к реализации 83 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 163 миллиарда рублей. Планируется создать 17 тысяч новых рабочих мест. Все подробности в нашем материале. В минувшем году, несмотря на пандемию, в Тверской области удалось сохранить количество реализованных инвестпроектов на уровне 2019 года. С этого заявления, открывая очередное заседание регионального правительства, начал губернатор Тверской области Игорь Руденев. В настоящее время Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 163 миллиарда рублей. Планируется создать 17 тысяч новых рабочих мест. На прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме Тверская область заключила соглашение на 91 миллиард рублей и вошла в число субъектов лидеров Российской Федерации по объему привлеченных инвестиций. Сейчас в Тверской области ведется работа по созданию государственного инвестпромышленного парка Боровлева-3. Уже заключены соглашения о реализации на территории парка проектов целого ряда компаний. Смотрели уже участок, в принципе подходит, все нормально. Если будет вся инфраструктура, газ, электричество, водопровод, мы готовы в течение полутора лет построить современнейшее предприятие, которое будет конкурировать не только на российском рынке, но и на международном. Правительство Тверской области оказывает инвесторам максимальное содействие в реализации проекта, в том числе в части развития инфраструктуры. К примеру, поддержка по обеспечению инженерными коммуникациями и дорогами при создании инвест-объектов была оказана торговой компанией «Альфа», компаниям «Коралл», «Румелка Агро», «Орион Интернешнл», «Евро» и другим. Также в регионе действуют финансовые меры поддержки. Фондом развития промышленности Тверской области реализуется 9 программ льготных займов. В 2020-2021 году 17 компаниям было предоставлено 18 льготных займов на сумму более 376 миллионов рублей. Сегодня все проекты, которые были нами подписаны, взятые обязательства, выполнены. Но, что самое важное, выполнены и обязательства со стороны инвесторов. Это новые рабочие места, это развитие предприятий. Сегодня в качестве экспертов присутствовали руководители компаний. Мы понимаем, что есть пожелание еще более активно развиваться. Флагманский проект для Тверской области – промышленный технопарк КСК. Он стартовал в 2018 году. В конце 2020-го открыта первая очередь производства. Предприятие промтехнопарка специализируется на выпуске комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения. В том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. В течение 2021 года промтехнопарк КСК будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В 2020-2021 годах мы при поддержке регионального правительства получили федеральную государственную поддержку. В рамках программ по государственному субсидированию инструментов промышленный технопарк. Это сумма более 500 миллионов рублей. И в 2021 году мы получим второй транш более 250 миллионов рублей. В Тверской области всем инвестпроектам на каждом из этапов реализации оказывается также административная поддержка. За каждым проектом закрепляется персональный менеджер. В 2021 году запущен новый инвестиционный портал Тверской области – тверинвест.ру, где размещен навигатор по мерам поддержки, информация об инвестплощадках, контактная информация по вопросам сопровождения проектов. Как было отмечено в ходе заседания, конечная цель всей этой работы – войти в пятерку субъектов ЦФО по привлечению инвестиций в экономику. Редактор субъектов А.Семкин Корректор А.Егорова